Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск передачи «Культурная столица» и с вами Татьяна Миссагор. День семьи, любви и верности отметили на этой неделе в нашей стране. Праздничные мероприятия прошли во многих городах, в том числе и в Канске. Символично, что впервые этот день отметили в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Святые супруги Петр и Феврония, благоверные князья Муромские – это реальные исторические личности, которые явили собой образ семьи, к которому нужно стремиться. Необычная история их жизни и смерти стала символом этого праздника. Собрала я травы нужные, пошепчу над ними слова нужные, чтобы князь наш Петр исцелился от недуга страшного. Хороша ты собой, Феврония, дочь древолаза-бортника, крестьянка деревни ласковой Рязанской земли. Люба, ты сердцу моему, если исцелишь меня, даю тебе слово княжеское, женюсь я на тебе. Люба, ты мне, но если не сдержишь своего слова, князь, хворь к тебе вернется. Не сдержал Петр слова своего, и болезнь к нему вернулась. Тогда исправил он свою ошибку и взял Февронию в жены. Но не приняли ее при дворе. Влюбленные ушли из Мурома, но скоро там началась смута, и их попросили вернуться. Правили они бок о бок. К концу жизни судьба их разлучила, но умерли они в один день и в один час. И тело Петра нашли рядом с Февронией. Так они и были погребены. Многим известна эта история. День семьи, любви и верности отмечают в нашей стране уже 7 лет. И за это время праздник приобрел свои добрые традиции. На площадке около ГДК развернулся праздничный концерт, который посетили десятки семей нашего города. Одни пары только начали свою семейную жизнь, другие уже воспитывают детей. Однако для каждого этот праздник имеет свою, особую ценность. На праздничном концерте чествовали как самые крепкие семьи, так и молодоженов. Представители Союза православных женщин уже второй год на этом празднике награждают православные семьи. Они дарят им книгу семейной летописи. Стараемся, чтобы каждая семья ценила своих предков и вела хронологию своей семейной жизни. Потому что это очень важно. У нас какое-то время была утеряна связь между родами. Сейчас мы пытаемся такими действиями восстановить любовь к истории своей семьи, своей конкретной семьи. Новшеством для нашего города на праздники Дня семьи, любви и верности стал парад колясок. Эта идея не нова. Подобные парады проводятся в разных городах и в разное время и вызывают большой интерес у горожан. Мы тоже планировали в какой-то из праздников провести. И вот решили совместить все-таки семья, дети. Поэтому эту идею решили воплотить совместно 25 каналом, с отделом культуры, с городским домом культуры. Все очень хорошо приняли на ура эту идею и нас поддержали. 11 участников представили свои коляски, украшенные в тематике бабушкиных сказок. На празднике можно было заметить Василису Прекрасную, Фунтика, героев мультфильма «Летучий корабль» и многих других сказочных персонажей. Выбрали Фунтика, потому что у нас панамочка есть, нам всегда говорят, что на Фунтику похожи. Ну и идея-то пришла, понравилась нам, и мы его платили. Пять лет вместе, и нас мультик вдохновил. «Летучий корабль, где выйду замуж по любви, и вот, пожалуйста, плод любви». Предшествовал технический проект, помогал сынок, говорил, что интересно, что прикрепить коляски, ну а папа реализовывал. Участники парада были награждены сертификатами, подарками от Каннской епархии и нашей телекомпании. Победителями стала королевская семья Кепиных. Потому что Кепи, Ка, Короли, буква К, она у нас на колясочке, да, сзади написана. Нам очень понравилась эта идея, потому что мы вообще за праздники, за все такое массовое, красивое. Так как в Каннске не может быть карнавала, мы идею парада расценили, и как что-то надо, яркое, карнавальное. Настоящее торжество любви, множество семейных пар и гостей праздника. В этот день почтили память святых Петра и Февронии. Я задала своим респондентам один вопрос, что для них семья. Одним словом не скажешь, потому что семья – это все. Это тепло, это уют, это, как говорится, и тыл, и опора, и то, с чего ты черпаешь силы. Это все для человека, это все. Семья – это прежде всего любовь, это общая мечта, которую воплощать тоже нужно вместе. Ну и, конечно же, заботиться о своей семье и радовать ее каждый день. Я полностью согласна с своим мужем. Семья – это наша жизнь. Для меня лично, как для женщины, семья – это все. Семья – это мои счастливые детки, это мой заботливый муж. Для меня семья – это самое важное. Семья – это самое-самое-самое-самое главное в жизни. Главное, чтобы теплая атмосфера была в семье. Семья – это все. Семья – это самое главное, что есть. Семья должна быть полная, чтобы ребенок чувствовал свою защиту в семье, что-нибудь хорошо. Выйдя из церковного календаря, праздник стал по-настоящему семейным. Также в преддверии этого замечательного праздника и в рамках проекта «Культурная столица Красноярия-2015» в Канске открылась необычная выставка трех известных российских фотохудожников. Каждая их работа – это особый взгляд на семейные отношения. В фотопроекте приняли участие более 30 семей, как обычных, так и известных, среди которых семья Ивана Ахлобыстина, Семена Альтова и других. В малом зале городского выставочного зала начала работать выставка фотохудожников Влада Локтева, Федора Маркушевича и Кирилла Овчинникова под названием «Мы – семья». Каждый из них пытался воплотить собственную идею, что для него значит семья, и воплотить это в искусстве, выразить. И вы заметили, наверное, что на выставке представлено несколько серий, три серии работ. Первая серия – это «Семья – это», другая серия – «Мы вместе» и «Большая сторона – большая семья». В фотопроекте участвовало 30 семей из 12 городов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до скромного города Каменска, что в Пензенской области. Для меня семья – это смысл жизни. А вообще очень здорово, что три вечные ценности – семья, любовь и верность – поведены в один такой единый праздник, с которым хочется поздравлять именно всех без исключения, потому что для каждого человека семья – это вот то, что делает его счастливым и даёт жизненные силы. Уже на протяжении нескольких лет жители нашего города получают медаль за любовь и верность. В этом году не исключение. И супружеская пара нашего города – Голуб Николай Иванович и Мария Гавриловна – получили медаль за любовь и верность. Прожили они 63 года совместно, имеют четырёх правнуков. И, как они говорят, что именно семья помогла им преодолеть все эти жизненные трудности, которые встречали. Организаторы надеются, что фотопроект продолжится и в Канске. Тогда, в День семьи, любви и верности, мы будем честовать крепкие семьи нашего города. Не случайно установлено празднество Дня семьи, любви и верности именно в День памяти Петра и Февронии Муромских, когда церковь возносит сугубо молитвы о всех наших семьях, о благополучии наших семей, о благополучии наших детей. Когда мы молимся о том, чтобы по молитвам Петра и Февронии Господь подавал благодатные чадо. День памяти Петра и Февронии Саяны, засыпанные снегом, таежные буреломы. Все свои идеи автор черпает в нашем Красноярском крае. Творческие стили кредо-художника заключаются в том, что он видит немного дальше и чуть глубже, объединяя простоту и сложность. Пишу, мне кажется, все надо, то, что вызывает у людей, такой ностальгии, воспоминания, вот это надо, мне кажется, людям побольше знать. Потому что забывать свои корни, ну, как-то не должно быть. Ну, то есть что это конкретно? Ну, это конкретно те места, допустим, деревня, природа, цветы. Вот это такие места, которые, ну, только добро несут. Ребята из молодежного центра Каннска уехали на Бирюсу. В 2015 году Тим Бирюса проходит в девятый раз. За это время из палаточного лагеря Бирюса превратилась в международный молодежный форум. Участники Тим Бирюса 2015 – это более трех с половиной тысяч молодых людей, лидеров молодежных движений. В этом году каннцы выступают в качестве организаторов и везут с собой целое культурное пространство «Мегаполис плюс». Нам удалось увидеть, как они готовились к отъезду, а уже сейчас они активно реализуют себя на месте. Коворкинг «Мегаполис плюс» выезжает на самую крутую площадку территории инициативной молодежи. Мы работаем пять дней с 19.30 до 24.00 и каждый день у нас запланирован свой город, но в каждом из дне. С чем это связано? С названием «Мегаполис плюс» и все города, которые мы выбрали, на которых мы остановились, они тоже являются мегаполисами. Минувшие две недели в основном были наполнены семейными ценностями. Нас ждет еще множество интереснейших мероприятий. Мы продолжаем следить за культурной жизнью города. Следите и вы вместе с нами. До новых встреч!